Жестокость, кровь, секс, ногота и мать-перемать. И снова здравствуй! Меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может всё, и сегодня Фролов может всё в игре под названием Наружу. Спонсор этого видео, наш дорогой художник Александр, значит, он мне написал в личке ВКонтакте, типа, Лёха, Лёха, ты заебал выкладывать контент только по Холлоу Найт, когда будет что-то другое, потому что мне Холлоу Найт уже не нравится. Я говорю, хорошо, хорошо ты меня убедил, сейчас я сделаю для тебя лично, Александр, и, конечно, для всей нашей аудитории. Поэтому, если ты впервые на канале, обязательно подпишись, а если ты уже являешься частью нашего такого дорогого и родного комьюнити, пишите тогда с тебя лайк, комментарий и распространяй в социальных сетях. А я начинаю новую историю, я тут немножко побегал, две минутки, значит, чё за игра? Я уснул. И проснулся. Простите, здесь кто-нибудь есть? My name is... Егор, ребят, значит, чё это за игра? Игра Escape the Room, то есть, смотри, вы попадаете в комнату, и нам нужно будет как-то отсюда выбраться, смотри. Дверь обычная, ДСПшная, труба чугунная, одна штука. Почему? Кожаный диван, не чёрный. Кстати говоря, на нём лежит кошелёк, кошелёк. Пока не могу его взять, но это, наверное, временно. Есть всякие штуки, кофеварка, очень хорошо. Настройся, а на успех именно этим я и планирую заниматься ближайшие минут 30-40. Приглашаем к работе младших специалистов нейровариаций, техников, анестезиологов, санитаров широкого профиля, чистильщиков. Мы предлагаем и гарантируем. А вот там чё написано, я уже не вижу. Ну, наверное, это и нахер уже нам с тобой не нужно есть. Кулер, есть ещё один диванчик. Второй шанс заслуживает каждый. Наши дети, наше будущее. Наше будущее, наша ответственность. Да, как говорится в той поговорке, мы им ответственны за тех, кого приручили. И в качестве детей это тоже, в общем-то, используется. Он совсем юный. О, это же Егор. Короче, только что наш главный персонаж Егорушку сказал, что этот перс, короче, это он. Поэтому Егор Зимин, мы знаем теперь фамилию Амбассадор, стань примером для подражания. 2011 год, хорошо. Фикус, как живой! О, только не живой! Вот, это что такое? Карта пациента. Перемещение, выбор, вернуться. Ландыш. Не работает, нихрена. Это что за растение такое, непонятно. Рыбки! Без рыбок. Короче, в аквариуме рыбок нету. Надо посмотреть, может быть, где-то ходит рядом кот. Строго по очереди, получите талон. Нужно встать в очередь. А как я встану-то? Ожидание персон... Во-во-во-во, смотри, написано. Ожидание персональной айди-карты гражданина. А я видел, а я знаю. А я все изучал. Мой бумажник. Так. Ничего не пропало? Вообще все четенько. Значит, заби... Ада, конечно, никак не могу понять, что у нее на уме. Это что за женщина там? Ты посмотри на нее. А можно ближе? Ладно. Все, все, все. Я больше так не буду делать. Это я... Нет, я прикольнулся. Так, значит, там была женщина Ада. Сюда подходим. И вставляем. Пользователь СС-002. С возвращением. Так. И смотри, значит, написано. Данные пользователя. Имя Егор. Фамилия Зимин. Отчество отсутствует. Значит, у нас отца нету. Сделаны мы из пробирки. Пол. М-ка. Дата рождения 17-05-19-86. Это что, мы 17 мая, что ли? Ну, так нормально. Должность. Амбассадор СССР. Дата проведения процедуры. 0-4-01-19-90. Короче, 4 января 2006 года провели процедуру. Короче, сразу после праздников. В это... Побухал. Отметил с друзьями, с родными. Потом три дня. Постишься. А только вода. Никакой... Никакого алкоголя. Никакой вредной еды. И 4 января 2006 года, в общем-то, идешь на процедуру. Так, а можно забрать ее или что? Нет, наверное, ребят, больше нельзя. Во, СССР. 0-0-2, заходите. Захожу. Это что-то херня. Егорушка. Лев? Ты кто? Снаружи. Сколько цифр видишь? В глазах не двоится? Две. Да-да-да-да-да-да, я бы тоже сказал бы две, потому что 25 это число. Две? Ладно, число. Я физик, я доебусь. Как тебе подарок? Пока никакого подарка не видел. Подарок. А ты присмотрись. Ты у... Есть два варианта, чего мы можем ответить. Первый, ты утвердил капитальный ремонт. И второй, ты дал всем отпуск, что ли? Ты дал всем отпуск, что ли? Ну, дурак. Квест-рум, чувак. Квест-рум хуй ли? Построил квест-рум в здании нашего медцентра? Я построил тренажер в формате квест-рума для подачки эмоциональной мышцы. Только сегодня и только для вас, мой оловянный друг. Что? Я не знаю, где у вас находится эмоциональная мышца. У меня как-то она вот отсутствует. Потерпит. Лучше угадай, какая тема у квест-рума. Я в загадках не очень. Угадывай, тебе говорят. Вот он до сих пор что-то говорит. А я думаю, где находится эмоциональная... Это... Мечта, да. Мечта. Мышца. Ребята, ребята, кто смотрит ролик, напишите в комментариях, где у вас находится эмоциональная мышца и как вы ее подкачиваете. История компании. Типа, про что квест-рума? Твоя жизнь, брат. Ты охренеешь, обещаю. Ну, я уже... Прикинь, самое то покопаться в себе. Все, мне пора готовиться ко встрече с инвесторами. Компания сама себя за волосы не вытащит. Вопросы? А мое присутствие на встрече не обязательно? Вопросов нет. Удачи мне. Вопросов, если честно, больше, чем второй шанс, везде написано так. Ну, пойдем направо. Зачем? Зачем ставить кондиционер? Смотри. Ребята, ребята, кто никогда не имел дела с кондиционером, рассказываю. Это кондиционер домашний. Он такой огромное помещение. Там, блядь, второе висит. Для больших помещений ставятся огромные-огромные кондеи. Вот это вот, это херня детская. Она не работает. Так, тут ничего нету, ничего. Давай посмотрим, что здесь. Второй шанс, шарики. Шарики, кстати говоря, не осязаемые, не красные, не синий. Или осязаемые? Нет, нет. Второй шанс в карабасах, ничего. Цифру 25 вижу. Опять же, ничего. Выход здесь. Закрыто. Люди кнопки в лифте выжигают. Нету кнопок 9 и 0. 9 и 0 нету. Че а то? Че а то? Подожди. Это звук какой-то был. Ты слышишь? Не пойму, откуда звук. Опа, опа, опа. Смотри, что я могу сделать. 2005, 2010. Здесь ничего не берется. Итого. Итого. Нам нужно выходить отсюда. Стой, стой, стой. Я, наверное, что-то упустил. Так, тут ничего нету. Опять же. Дверь. Закрой дверь. Я ничего тут не могу выбрать. То есть, я нажимаю, перенажимаю. Он говорит, Леха, ничего не знаю. Иди, куда шел. Опечатано. Смотри. Пароль. Пять нулей. 51,80. А тут у меня нуля-то нету, люди. У меня нуля здесь нету. Нам надо будет пройти куда-то дальше туда, явно. А shift? Shift не работает. Он не бегает. Нужен регулировщик громкости. То есть, с другой стороны у нас находится типа радио. Регулировщик. Я видел, похожая штука была вот здесь. Уже с музыкой, кстати говоря, по-моему, играет радио дача или типа того. Сломал я нахер радио. Отобрал штуку. С этой штукой, с регулятором громкости. Мы сейчас топаем в припрыжку, кстати говоря. Откуда красный цвет херачит? Откуда красный цвет? Что-то здесь не так. Как будто кто-то... Откуда красный цвет? Я даёбистый, ребята! Мне надо знать всё. Регулировщик громкости использовать. Ада, это та женщина! Ты где, Ада? Я внутри. Чего? В следующей комнате? Как к тебе пройти? Здесь клавиш на замке не хватает. На замке не хватает. Это как дважды два. Поищи что-то похожее. Да. Садой будет интереснее. Да, поищи что-то похожее. Садой будет интереснее. Сколько нам лет, ребята? Сколько нам лет? Тут была какая-то... Так, стой. Не-не-не, тут ничего не было. О! Это же калькулятор! Выдёргиваем девятку. Выдёргиваем нулёк. Нулёк. Хе-хе-хе-хе. Так, смотри. Теперь у меня есть клавиши 9 и 0. В лицо мне плюнь... Идём сюда. Ставим. Клавиши 9, клавиши 0. Смотри. Е! Есть! Есть! Не знаю. А лев тебе что-то говорил? Сегодня мой день. Здесь всё про мою жизнь. А ты помнишь, в какую дату ты был настроен? Поищи ID. Да. Жди. Ну да, 4 января. Я же говорил. Он там бухал, по-моему. То есть смотри. 0, 4, 0, 1, 1996. Что? О! Отличненько! Ребята, ребята. Много не пейте. Скоро праздники. Ребята, держите себя в руках. Заходим. А чё-то нихера не видно. Это... Это куда мы зашли? Что это за карандашиком всё нарисовано? Это загрузочный экранчик. Это загрузочный экранчик, ребят. Всё нормально. Так должно быть. Ада, ты где? Ада! Where are you? Where are you, Дисапия? Я... Ой, ёпта. Я, короче, крутил, вертел. Трэш и угар. И садамья. Это что за место? Неужели? Да, дружище, это она. Кто она-то? Первая хата. Это мы... На самом деле так? Я в Туле, когда жил, у нас примерно то же самое было. Точности. Да халявная сиротская халупа. Не жалко. Не обесценивай, пожалуйста. Для меня это была важная веха. Первое собственное жильё. Ладно. Веселись. Уже иду. Слушай. Короче, моя первая хата была у меня в 17 лет. Я тогда снимал в Туле на проспекте Ленина возле трёх штыков двушку. Это была хата, где устраивались постоянно. Орги. Содомея. Вот это вот всё. И угар. Конечно, было много угара. Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто. Ёпта. Твою мать. Простите. Фак ю эс хол. Как там говорил Терминатор. В первом Терминаторе. Дискотеку устроили. Шваль. Афишная. Я без батьки остался 16. 16. Я ту квартиру выдал. А этот. Я понимаю, вы расстроены. Я деньги плачу, я б твою мать за это всё. Вы так натурально... У нас есть два варианта ответа. Вы так натурально играете. Мы точно вам не помешали? И у вас есть какой-то квест, чтобы я смог выйти? Да, конечно. Квест. У вас есть какой-то квест, чтобы я смог выйти? Квест, квест. Умм. Гадёныш. А почему... Ты видел? Ты видел? Короче. Я просто стоял, я ничего, ручками ничего не трогал. И у меня камера полетела куда-то в сторону шкафа или типа того. Но, давай присядем. Вася? Точно. Вася Блиндер. Кто это? Пати у лёд пусты и отлетевший братан. Пысы. Велик. Завтра заберут его любимый друг. Так, у нас надо будет найти трёхзначный код-паролька. Львуха, это Лев, тот самый чувачок, который с нами разговаривает. Чувачёчек. Это кто? Егор Егорыч. Это, наверное, мы. Да что мы с этим краном сделали-то? Какой нахуй кран? Это кран и кран? Я не знаю, что они сделали с ним. Так, значит, смотри, лавовая лампа. Здесь ещё стоят туфельки, значит, рядом есть женщина. Если рядом есть женщина, это очень хорошо. Какие-то спицы очень интересные. Точнее, не спицы, а вилка. Потом изучим. В целом, да, очень похоже на хату. Адочка, это та самая женщина, которая с вами разговаривает постоянно. Карабас. Золотая женщина. На самом деле, ребята, я как студент, бывший, я жил и своей хатис, и жил в общаге. И могу вам сказать, что хорошая посуда вообще на вес золота. Я когда уезжал, когда получил диплом, я учился в Дубне, я оставил всю посуду своим братанам. Самое лучшее, что у меня было, это большая сковородка, потому что все у меня её просили. А когда все просили, я говорю, ну слушай, ну ты меня там блинчик, короче, оставь. В общем, я никогда не был голодный. Так, ну. Не открывается, ребята, не открывается. Чё, чё, чё было написано, не открывается. Царь перстней. В легендарной озвучке. Гребли на торговца. Да, да, да. Это хорошо. А ссылочки. Потом здесь стоит четыре кубка, наверное, купленные в Спортмастер или типа того. Не помню, как эта штука называется. Тинки-винки или типа того. Вот и Васин подарок был. Где же Лев спрятал эти три цифры? Ну, первая четвёрка. Я прям, я прям даже отсюда вижу. Первая четвёрка. 4, 1, 5. 4, 1, 5. Возможно. Возможно. Ублюдки. Тоже. Жвачка-турбина. Жувач. Герой. Матч закончился, так и не начавшись. Значит так. Друголь, такое дело. Значит так, ребят, я выбираю циту. Мне, мне похеру. Будем делать чудищ на первой неделе. Значит, расширенные опции. Тип игрока. Тип загвоздки. Левумба. Герань. Егор. Шадоу-дог 7. Ну и судя по всему, значит, первый Левумба играет за замок. Второй играет. Да хер его знает, за какую-то пустыню. Третий играет за оплот. Четвёртый за инферно. А что за второе? Не, вторая это, наверное, цита. Я думаю, что это цита. Деньги. Самоцветы. И стартовый плюс неизвестен. Хорошо. За умное путешествие. Моё почтение. Ребята, если хотите поиграть в герои третьей по сетке, говорите. Я с удовольствием поиграю вместе с вами. Тысячу лет не играл. Мне бы вернуться в то самое чувство и детство. Вообще, детство у меня очень чётко ассоциируется с героями третьими. Всякие диски, все дела. Что это такое? Неосезаемая коробка. А что это за коробка? Просто, бля, коробка. Чё ты доебался, Лёх? Это просто коробка. Просил же не курить в квартире. Да-да-да-да-да-да-да. Так, а тут чё видно? 4-0-6. Это я про номер сзади. 4-0-6. Сейчас, секунду. Народ, секунду. 4-0-6. Три цифры. Я понял. 4-0-6. Хера. Не 4-0-6. Ещё раз смотрим. А можно приблизить как-то? Нет, нельзя. Нет, нельзя. 4-8-6. 4-9-6. 4-8-6. 4-9-6. Никакого чая с тортом. Я так понимаю, это отсутствие чайника нам показывают. Потоп. Нужно это поправить. Там фотохрюн. Фотохрюн? Что такое фотохрюн? В моём детстве это называлось полароид. Фотохрюн. Потерянное поколение. Не, слушай, у меня никогда такого срача не было. Если у вас был такой срач, ребята... Да, 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 фотохрюн. Убирайтесь дома чаще. Но от кого же ещё самые продуманные подарки? Для самых лучших воспоминаний. А, да. А, да, слушай, я хочу с ней познакомиться. Чё тут написано? Курица на соли. Ага. Псковский картофель. Лапша быстрого приготовления улитка. Сигареты пысы, по-моему. Толково вам. Толково. Винишко. Это что за пивчанский? Не, пивчанский это нормально. Так должно быть. Посуда какая богата. Ты посмотри на это. Я ничего не нажимал. Выхожу отсюда. Ах, Тунка, идёт стирка кроссовок. Идём героем. Идём героем, я тебе говорю. А, да, говорит, привет, я в коробке. В какой нахер коробке? Ага, понятно. Погоди. Сейчас найду, чем разрезать. Сейчас. Я знаю. Я видел нож. Я знаю, где нож. Я знаю, где нож. Не включать несколько электрических приборов одновременно. А то ёбнет током. Уродины. Два врага. Холодное сердце и тёплое пиво. Да. Нож взял. В Карабасе, да, она? Она там расчлённая, что ли? Егор. Восемь лет. Очень похож. Егор. Уже десять. Егор. Уже тоже десять. Егор тринадцать. А, да, да. То есть я мыши. Короче, я и управляю. Она теперь мышь. Ничего себе вы придумали. А Лев с тобой? Чшш. Чё, как дела? С кем болтаешь? Я говорю. Ну, пускай будет. Я говорю с игрушечной мышью. Ты знаешь, с игрушечной мышью. Сергей, а у нас мышь в плане новоселья была? Вроде нет. Егорка, тебе квартиру с мышами дали. Ну ничего, потом вытравишь. Эй, ну ты чего? Я же как лучше хочу. Я не лгу. Это неправильно. А к чему такая секрета? Я пиздить другу не буду. Что меня кое-кто играть не позвал. Кто? Вы. Лев это всё без меня сделал? Для одного игрока. Если Лев узнает, что я подключилась, то точно меня выгонит. Чтоб экспириенс не портило. Не говори ему, а? Хорошо. И чё, мы дальше с тобой делаем мать? Да, я тебя изучу сначала. В целом, мышь как мышь. Какая я у тебя тут красивая. Да. Настройка сильно повлияла на мои способности. Мне и старые картинки нравятся. Очень трогательно. Очень милая. Для этого возраста уровень ниже среднего. Не занудствуй. А что это там грохочет? И это там грохочет? Мать, стиральная машинка. Сейчас будет потоп, будет всем люлец, особенно тебе. Дверь перекрыла. До розетки не добраться. О, я могу пробраться внутрь по вентиляции. О, я тебя подкину. Давай. Ну как? У меня же зубки острые. Чик-чик. И что? И нету машинки. Чик-чик. Портить вещи не очень хорошо. Ну ты чего? Это же квест. Сейчас все будет. А там открыто, что ли, было? Да тут не вентиляция, а целый лабиринт. Я стоял вот здесь. Вот здесь такой смотрел. И тут меня неожиданно переносят вот сюда. Ну хорошо, допустим. Смотрим. Да, 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 да. Она уже на месте. Ну, вырубай ее. Или что? Открывай. Так, что ты предлагаешь? О, это идея. Перегрузим сеть. Автомат вырубит электричество. А ты умен. Вообще, да, найс идея, кстати. Правда, найс. Так, тогда что делаем? Врубаем все. Все, что видим. Правильно? Кажется, Лев был прав насчет этой квартиры. Ой, да слушай ты его больше. Он всю жизнь как принцесса без горошины. И вредный. Зря ты. Дальше будет телек. Он всегда относился к нам как к равным. Ага, конечно. Беру. Беру. Взял. И вставил. Ландыш. Что за приколюха с ландышем? Что еще нужно? Нож. Сейчас что-то еще откроем. Блин, а это правда важный вопрос. Откуда у льва? Кто такой лев? А настоящий ли он? А лев не хотел приходить, но успел за пять минут до... Смотри, ребята, аттестат... Аттестат за четко и... Эта, золотая медаль лежит. Выпускник 2002 года. Запомню. Угу. Мофон. Ты знаешь эту песню? Да. Дай послушаем. Дай послушаем. Глаза. Я не знаю эту песню. Если знаешь эту песню, напишу название. Что за группа? Ой. Это Ада, по-моему, тоже голенькая жопка. Так, а что мы еще не сделали-то? Нож? Нет, 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 нет. Микроволновка. Микроволновку. Да, супер. Блин, ничего не получается. Не суди себя строго. Главное, что ты попробовал. Что мы забыли? Чайник! Из этих мягких французских булок, да выключай. Я тебе говорю, я помню, тут есть пять электроприборов на всю хату. Что он там делает? Это что за каша? Котлеты из гречневой каши. Да, 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 да. Кусочки, кусочки, кусочки бочков. Чего? Леша, кусочки бочков. Ну вас нахер. Я тут был, этого не было. Я тебе зуб даю, этого не было. Ставим. Чайник. И врубаем, врубаем чайник, Леха. Слушай, а там песня-то не чё так играет вообще. Ещё чё-то? Всё, всё. И смотри, и вздутый этот, не ковролин, как он называется? Линолеум. Да-да-да-да-да-да-да. Кривой. Найс. Эй, мышь. Погляди, из него что-то торчит. Беру, беру фотохрюн. Да-да-да-да, вон какой-то кусочек. Тихо. Что? Подожди. Вроде всё было... Ага, ага, в тёмной комнате, освещение... Точнее, отражение. Вроде всё было нормально. Нормально. У меня аж язычок такой, типа. Лёха, Лёха. Сейчас кто-то меня будет пугать. Нахер. Страшно. Я как будто в фазмофобию играю заново. Я на выход. Вы как хотите. Я на выход. Там ничего нет. Спокойно. Спокойно. Вам спокойно, мне спокойно. Мне не спокойно, ни хрена. Блядь. Наху, иди. Лев, Лев. Это просто рефлекс. Пошёл в жопу. Приём из дешёвых ужастиков. Ну, главное, что работает, дружище. Ну, так-то да. Егор, приём. Это просто рефлекс. 486. А я чё вводил? Я вводил 4... 4.06. Там была восьмёрка. Может, 182? Нет. Потому что, типа, блинк 182? Хитро. Хорошая отсылка. 486. Ну? Да, да. Подожди, а её можно? Стой, стой. И к финишу приходит Егор Зимин. Наш бессменный чемпион. Единственный настроенный человек на планете. Поприветствуем Егора! Лев... Это игра такая сырая. Я не пойму. Похоже, запись. Лев, как всегда. Потому что игра, она... Ну, она не то чтобы подвисает, но она немножко меня вводит в ступор. Так. Мы вышли. Я не понял, мы взяли чего или что-то не взяли. Почему там фотка осталась висеть? Какой-то зелёный фон, грин скрин, зелёнка. Наверное, опять же ландыш, да? Так, я вижу, что здесь есть только одна дорога. И я по этой дороге и бреду. Но не расслабляйся, дружок. Тебя ждут новые испытания в поисках ключа от выхода. Помни, чем скорее ты его найдёшь, тем скорее выберешься. Такие игры не для меня. Ну-ка. Да-да-да-да-да-да-да. Заходим, ребята. Слушай, я побегу дальше. Посмотрю, куда ведёт вентиляция. Я тебя догоню. А ты где вообще находишься-то? Ада! Если я чему и хотел бы у тебя поучиться, то этой непосредственности. Вот, вот. Нож, фотокарточка. То есть мы её всё-таки взяли. Всё, взяли фотокарточку. А что дальше делать, Лёша? Тихо. Алексей! Я не захожу. Оно не заходит! Оно не заходит! Сейчас, наверное, не туда просто. А если я... Я присел. Я присел, ребят. Нет. Так. Перезагрузка! Наконец-то! Это заняло три полных рана по 20 минут. Охренеть! Я... Дай бог, чтобы ты сейчас запустился. Потому что если ты не запустишься... Моя комната. Сколько воспоминаний. Моя кровать. Мои игрушки. Как Лев всё детально сделал? Пожалуй, даже слишком детально. Смотри, моя книжа. Книжа! А, да? Моя книжа! Короче... Смотри, книжа! Это... Это... А пусть на этом моменте вы остановимся. Я... Я бегал больше часа, на самом деле. Ну, прилично больше часа. Для того, чтобы игра прогрузилась. Ребята, кто делает эту игру, ради бога. Оптимизируйте её. Почему? Сделайте, чтобы она работала хорошо. Саша, это выпуск для тебя и при твоей поддержке. И, конечно же, ребята, если вы досмотрели до этого момента, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Заходите в телегу. Там всё самое интересное. На бусте выходит видео только 18 полёс. Поэтому, если хочешь увидеть сиськи-расчисленёнку, плати деньги и смотри на сиськи. Без... Как? Без подписки нету сиськи. Ха-ха! Вот. Ребята, новое видео выйдет совсем скоро. И знайте, мне с вами было хорошо. Субтитры подогнал «Симон»!